Алина, здравствуйте! Добрый день! Можем общаться по-разному, можно ты и навы, как получится. Один, может расскажите вашу историю, как вы попали в Германию, почему именно эта страна сюда приехали, а не в Америку? Ну, из России в Германию короткий путь, чем в Америку. Америку нужно через океан, а здесь по суше. Приехали, захотели, была цель, добились, остались, живем. Это, получается, было 30 лет назад. Как сюда можно было попасть? Можно было как туристы, как переселенцы, можно было попасть. Можно как эмигранты, как азелянты политического убежища, люди просящие. По-разному. По-разному? По-разному, да. А какая вообще была первая работа здесь? Здесь сложно было. Получается, 92-й год, да, сюда приехали? В 92-м году, да. Я приползла, переползла, прибежала, как это можно еще сказать. Здесь появилась на земле в Германии. Ну, в Германии сперва в Восточную Германию, а потом со временем переехала в Западную Германию. Ближе к Европе, центру, ближе к Голландии, ближе к Бельгии, ближе к Европейскому центру Франции. Тогда уже, получается, стены-то не было, немецкой, как там, Берлинской стены-то, да? Не было. Уже все, уже открыто все было здесь, да? Да, все открыто было на границе между Восточной Германией и Западной Германией. Стояли свободно Тарабанты, Жигули старые, которые оставляли немцы, которые переезжали в Восточную. А их нельзя бы машину перегонять туда, да? Ну, они просто уже бежали как бы за новой жизнью, за новыми машинами, а это старье оставляли, даже с ключами на дороге. Да, даже так все было. А что, здесь была прям новая машина, какие другие уже были? Ну, вот на Тарабанте приехали сюда. Да, Тарабанте, машина такая, Тарабанте. Машина, да, машина. В Вольцбург был такой, это было в Восточной Германии. Такие машины, такая, как Тарабант Жигули, да. А, это Жигули такой был? Жигули, там была Восточная Германия была почти как бы, ну, очень населенная русскими частями военными, городками, где много было русских. Ну, и ГДРовцы это почти что как, ну, были ближе к России, да, дружба, пионеры. С детства помню, что дружили страны Германии, ГДР и Россия. А какая Олимпова первая работа у вас? Ну, первая работа была по-разному, нелегальная. А, нелегальная, тогда можно было еще, да? Нелегальная, да, конечно. Но для того, чтобы работать, легально надо было получить документы, которые разрешают на работу, документ на получение карты для того, чтобы платить сразу налоги. А, вот так, ну понятно. Работа. В 92 году налоги тоже брали, да? Еще как, я туда приехала, удивилась. Я говорю, у нас в России не брали. Ну, был какой-то мелкий подоходный налог, а здесь прям большие даже проценты вычетов заработанных денег. Да, очень много, половину. И как было вот это восстановление? Сложно было все как-то? Ну, тогда были дочь марки, я начинала с 1290. Потом, когда в 2004 году сделали евро, то упало в два раза меньше. Стало 6 евро зарплата. Это в час, да? Да. А тут уже почасовая получается? 6 евро в час. Интересно. Заработать много нельзя. Здесь, да? Только что, только-только. Ну, без профессии, без подтверждения какого диплома. Все равно нужно переучиваться, все равно нужно показать себя, что ты умеешь, какой-то специалист. Выделываться нужно много. Да. Понял. А как-то вот обмаликировать диплом свой? Не пробовала? Ну, диплом нужно перевести, во-первых, что он у тебя есть, где получал. Ну, если диплом есть по одной какой-нибудь профессии, да, например, доктора или учителя, то подтвердить диплом – это нужно какое-то короткое время, может даже длительное время переучиваться все равно, без знания немецкого языка. Практически невозможно. Хотя бы базовую речь нужно узнать. Это займет где-то около полгода, до двух лет. Для того, чтобы освоиться, да, и подтвердить диплом. Да, даже как все получается. А как вообще немецкий быстро удался или как-то сложно было учить? Ну, я в школе ранее немецкий учила, неплохо знала. Ну, со временем, конечно, пользовалась, больше выучила, да, постепенно. Учишь в день по 5-6 часов. Каждый день уже большой запас. Общаешься больше на немецком, потому что, да. А почему Германия, а не Франция? Вот Франция тоже интересная страна. Там Париж здесь рядышком недалеко. Ну, в Париже была много раз. Много раз была в Голландии тоже. Несколько раз была в Вельгии, Люксембурге. Все это проезжено уже. Проехано сто раз туда-сюда-обратно. Ну, здесь, почему здесь так получилось? Угу. Германия лучше, да, оказалось? Так получилось, что для меня здесь нашлось место сразу. Ну, обстоятельства помогли тоже войти в жизнь немецкую, полностью адаптироваться потихоньку. Все это нужно временно, это большое. Ну, конечно, затраты и желания. Угу. Ну, интересно. Вообще, работа, получается, связана была вот какие-то, только такие, вот я вообще заметил, здесь очень много уборщиц. Вот так вот. Уборщиц – это кратковременная работа, где ты могла заработать какие-то хотя бы деньги. Или дополнительные, или какие-то, к чему-то. Потому что на эти деньги что-то зарабатываешь при уборке, там, при очистке, при каких-то таких, ну, вспомогательных работ, без профессии, без обучения. Это все кратковременное. На друга, это не рассчитано. Но, если устраиваться на работу, если тебя возьмут на работу в престижное место, куда-нибудь в бюро, или по профессии, да, то работать нужно действительно умело. умело да а мысли вот за 30 лет не было вообще вернуться опять в россию на родину как-то был такой же все здесь надоело было конечно было тоска и бывает бывает сейчас да да ну конечно тянет на роде на родину там еще ты знаешь все много там тебя что-то еще осталось из родственников или знакомых связано тянет русский народ русская природа все это немножко другое немножко другое а вот различие наших мужчин и немцев вот как вот тебе на твой взгляд чем они отличаются олен получать замужем была за немцем да получается была замужем да за немцем вот как раз когда после это самое получилось когда мы встретились я была не ну не очень хорошем состоянии в принципе потому что была неуверенность была тревога было какое-то состояние для того неспокойно правильно на чужей земле не знаешь зачем пришел чё хочешь с кем хочешь как все как-то получалось совпадало то что и самое главное исполнение желание намеченного было достижение цели чтобы остаться вернуться всегда можно ну понятно понятно что-то увидеть новенькое всегда хотелось поездить покататься вообще психологические изменения какие-то произошли но бывают конечно это все у каждого человека ситуация же происходит в жизни какая которая когда-то напрягает или чего-то менять в его жизни появляются такие моменты когда печально становится грустно тоска все эти чувства появляются но несмотря все уходят опять приходят нормам не знаю депрессии это или просто состояние души депрессии были виды но для меня депрессии это плохое настроение печальная печальна значит депрессия когда о чем-то думать негативно переживать за кого-то например о работе или что денег не хватает что что-то кому-то нужен должен полим позже такой депрессия депрессии ты люди когда они с чем-то не согласно мне ты происходит борьба болезнь но справедливости например с с какими-то нюансами в жизни нюансы понял понял вообще будет так тут друзей здесь какие-то друг друзья подружки здесь появились за какое-то время такие близкие как там вот в россии друзья приятели все это разное понятие разные понятия почему отличается ноута нашего понятия рамуртом российского не знаю ну приятель это человек с которым приятно привести время короткая знакомые это тоже люди которые помогают может быть мелко в чем-то там какие-то советы дают какие-то там новости рассказывают приятеля делимся состоянием тоже души и вообще что происходит в мире новостями так что полим понял тут различие немцев от наших мужчин русскоязычных какой тебе основные какие то есть критерии не знаю у меня не было много немцев с которыми я близко как бы общалась мы были знакомые приятели думаю что это люди очень замкнутые замкнуты в себе до себе открытой души здесь молода стараются шутить шутить так знаешь подколоть изъявили ну так чтобы было затронуто чуть-чуть ну как бы шутками юмора поддерживает разговор отношения не более того не более того а как тут другом там были подругу и там кто-то немцы немки встали или как-то не получилось как с ним в контакт войти очень много очень много знакомых приятелей я живу здесь как ты видишь да так что со всеми здороваемся как своей деревне маленькой дом большой маленький как бы город такое да но по-разному здесь бывает и хорошо и плохо по настроению у меня все происходит настроение настроение часто меняется меняется когда погода меняется погода а вот зима здесь тоска получает здесь дожди же нам часто да или нет германия погода это постоянная осень осень до постоянно очень не холодная не теплая так бы сказать не очень жаркая бывает жарко но не очень часто снега здесь не да нет ни снега редкий случай на бывает до расстаивать сразу тоже температура плюсовая постоянно а в голландии вот не хотела переехать колландию катера на тело я не хочу где меня нету посмотреть интересно конечно вообще вот вот все таки где вот хотела скажем так ну жить на пенсии вот все-таки здесь германии оставаться или там в россию ехать где спастись можно спастись от чего спастись то ну от всего от всего от всего поинбой от наводни от грома жары польз был в потопа алина в счет завод время там 30 лет много работ поменяла каких-то таких вот направлений если секрет в сфере обслуги везде в основном и одна работа у меня было при государственном учреждении тоже работа была небе и лежачего неплохая но плохо отплачивая плохо плачу а здесь вообще можно течень такой же нормально были в наши налоги высокие понятно что там без диплома без корочки без образования у тебя ничего не получится здесь да да бесполезно а здесь учет как выгоднее все-таки что-то я заметил люди здесь подразделяются на два таких полюса одни работают другие в сале сидят как тут они вот как-то так вот кто-то работает у кого-то есть цель какая-то купить что-то поэтому они должны работать потому что они не смогут получить кредит или оплатить покупку ну что те работают люди которые хотят может быть заработать на пенсию после 67 лет может быть хорошая зарплата что-то работает выгодная точно дожить до этой пенсии чтобы получить даже мне написали 667 они зачитывают российское время стаж только можно наверное получить по возрасту по возрасту на кого-то уже здесь примерно денег иметь если себе что вот комфортно более-менее жить здесь у кого какие потребности а вот запроса да если ты хочешь постоянно сидеть в ресторане закупаться неплохо дорого не отказывайте в одежде они отказываются себе в удовольствии которые стоят тоже денег 3000 точно нужно 3000 до это безучет налога до чистыми чистыми зарабатывать после что она чистый получает 3000 это надо прямо лет 5 грязным до получается такая же в работу было что содержать машину содержать бензин платить значит за квартиру за свет за телефон за страховки за в общем надо смотреть сколько у тебя доход и сколько у тебя расход на месяц по-разному сколько у тебя остается на развлечение но вот 3000 на зарабатывать пометь да если хорошие квартиры то будешь уже платить еще с балконом если квартира с лоджи там или гортон этот садиком там в городу дома да так что интересно а вот подружки нем кисть как-то есть очень много немки тоже очень одинокие женщины ученики да по отношению к мужчинам конечно не хватает мужчин не хватает мужчин не хватает для женщин здесь да да а как и в европе мужчин много или нет но мужчин много мужчин но а другая определенность у мужчин интересные такие моменты что для женщин мужчин не хватает а мужчин для мужчин хватает а мужчин для мужчин с разными ориентациям да вот здесь как для женщин я учу заметил здесь сейчас отклонению мужчина в сторону конечно очень раз в разные стороны заметно здесь заметно заметно здесь заметно но это прям вот если брать там сто процентов соотношений сок там процентов мужчин которые идут ну вот скажем так мужчин с мужчиной общаются больше но считаешь это отклонение но как говорится свои интересы свои потребности говорят что это все таки как-то не очень морально здорово 0 здорово и он заметил еще сумасшедшими казалось как будто больше чем вот в россии ведь очень больно очень много плохих психических больных очень и очень много людей которые на таблетках на всех этих на антидепрессанты вообще очень много людей употребляют не одеться ему медицину медицину с каким уже интересами я уже не знаю успокаивают или какой-то придают какой-то тонус применяет много таблетки лечения меня не лечила ни одна таблетка до смысле таблетки тут для чего чтобы они пытаются так чтобы как бы от нормальной жизни какой-то иллюзии что любить иллюзию да вы любите даже аптеки здесь полностью забиты много препаратами и что-то него человеческая кто-то любит получать угрозит и страна эмулирует таблетки может быть стимулирует какой-то жизни по двигательный процесс вот так вот да и психологический и физический понятно почему все-таки в разных странах больше всяких вот таких депрессий чем там в обычных даже так не показалось есть такое есть конечно есть ведь всем у всех по разному я пытаюсь об этом не думать и не входить развлекаться веселиться настраивать себя на счастливое образ жизни довольный быть даже в тяжелые минуты а вот из-за чего придавали в россии держала бы как я чувствую желала бы как я думаю неплохо и плохо каждый человек стремится жить и лучше 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 но надо не забывать у нас много того что нам не нужно нужно только необходимое понять чтобы спасти жизнь а то что мы имеем чересчур много и это неважно в жизни так интересно вообще рекомендовал бы стоит от мигрирую дюйма и почему бы и нет в чем бы нет может да все здесь интересно можно посмотреть можно просто познакомиться страной поближе там уже решать как тебе подойдет или не подойдет по твоему личному чувствую вкусу кому-то подходит франции потому что там другие люди более цыганская страна франция а чего франция для тебя отличается от например там германии различий какие основные усилия не разбираюсь так как бог сказать тебе лично от моего мнения люди немного немножко спа свободнее в том смысле что правило чувствует себя более спокойнее и свободнее там да да а германии более такая как 4 рукавицу держит здесь кого ближе на концлагерь похоже или нет тут не говорим германии как он слагит есть такой или полицейская страна это лишь реально полицейского а чему в чем вы тут выражается так вот полицейской в законах всяких бумажках всяких разрешениях нужно докладывать все время сообщать что ты хочешь твои намерения ты все время здесь у них под контролем куда бы ты не дернулся ты ведь они знают твое место но знают не знаю да но если им нужно они узнают пока ты ничего не случилось не с тобой да ты где-то живешь спокойно ничего не случилось не произошло никто того не интересуется в принципе когда что-то может какие-то подозрения вызвать или какой-то интерес тогда могут все узнать все узнать да не кто-то так сравнил ли как он слагит много давали гайд из германии и так много ведь отдают всех номерах в россии нет номера ну на в паспорте если вы до вас услуги зарегистрировал значит где-то номер да да дал свои данные и нн там это да везде твои куда ты не пошел не спрашивает телефон адрес телефона адрес да я вот телефону в каждой стране меняю сейчас у сижу на испанском номере наш немецкий купить по небески 10 евро стоит карточка на 10 гуд хаба какая разница на испанский нормально идет да интересно конечно вообще если бы так сто процентов уровне счастья вот как вот ты здесь все-таки счастлива если ты в голове сейчас ты и делаешь тебе счастье как-то если у тебя ты хочешь быть счастлива ты должен быть счастлива потому что твоя жизнь наслаждаться как говорится нужно что она одна что и нужно прожить так чтобы вспомнить о чем-то как получилось жизни как не могло бы получиться мы живем все будущее что прошло все уже прошло по нему настоящему будущем хороший день хорошее настроение может быть хорошая компания хорошие добрые люди вокруг остальное все зависит от тебя а вот ведь как смогли здесь интегрироваться конечно интегрировались но каждый интегрируется по сверну по мере своего понимания много не понимает еще не дошло до этого но и не хотели там уехать тогда жить в россию нет пока я не думаю нет пока я не думаю что наше время тут трудно сказать где ты хочешь трудно но самое главное нужно знать живи где можешь не получается потому что там хорошо там хорошо все говорят всех где хорошо где тебя нет нет хорошо где то есть спокойно и тихо спокойно и тихо на не идет не ураган идет не наводнение не идет и не гром не молния с тобой все хорошо вот счастье в чем заключается не будет ли там в испании переехать там ли солнышко например хотелось бы хотелось бы не понравилось очень испании было там да да теплая зима зима жарко конечно лето но люди спасаются как-то живут не настолько жарко такая уж до сих пор было жарище что люди много умирали как-то было опасно для смерти ты же не сахара лет зимой хорошо ты был зимой да да я зимой там пару зим провел в германии такая такая слабенькая морозец не очень плохая погода но днем шортика ходит здесь зимой получается градус на плюс 10 до примерно средней температуры или около 8 8 8 8 где-то где-то нормально температура 17 17 без 20 градусов до 20 градусов это зимой даже 17 не летом а летом а летом 17 получается я заметил здесь тоже жара бывает такая сильная германия ночью охлаждается температура большой перепад разница дневной и ночной поэтому ты не знаешь какое температура твоего тела я не чувствую совершенно нету жарко то холодно вот как погода вот так вот надо как-то научиться регулировать своим телом под погоду а как тут боится ждаться в ванной когда жарко когда холодно одевать капюшон чтобы не было полю понял самое главное опасаться сквозняков ясно ясно а вот как-то на свидание ходил с мужчинами вообще тут бы платят все каждый за себя тут реально так все дела есть или по-разному все это как ты хочешь платить хочешь не показать себя независимая женщина от мужчины чтоб он к тебе не приставал там но не намеки не давал что мол за кофе надо расплачется или за обед или как-то какое-то внимание за это уделять плати сама а так получается да но нужно договориться с партнером с которым ты ешь кто чего платят чтобы было воюдно согласия на все это в принципе мужчины платят за женщин до платят за еду и в нем но есть такие конечно кто и не очень да разные люди очень разные кем-то тебе просто легко общаться с кем-то ты немножко себя ведешь немножко вот так знаешь опасаешься что дружбы или приятного разговора может не получиться потому что темы разные понятия разные мысления разные вообще вот здесь какие жизнеценности германию людей вот этот взгляд работа и отпуск работа и отпуск а вот отпуска все больше как ни о чем там дети семья как работа и отпуск это вкалывают вкалывают заработать и рисуются тоже боятся лучшего чтобы их не уволили потерять работу вместо стараются немцы идут на работу встают делает свои сверхорочные перед начальником и весну выслуживается вышу делать то не будем а вот это как здесь вот я слышал там что немцы очень сильно стучат это есть реально такое выражение линии или чисток это у кого как ну да есть такие это немцы они очень нациалистические за но по отношению людей к жизни у них порядок всех и вот если такие немцы появляются их очень много они становятся имя не наблюдать за людьми чтобы он порядок им делать нечего на не могут ходить по парк-плацам смотрите где машины неправильно стоять до они сдавать но в основном у меня случаев не было не было не было никто никого не закладывал никто как бы никаких там не имел на тебя обид не ссор чтобы так есть а я и а и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok